Приветствую зрителей канала Russian Let's Play! С вами Анидзук и сегодня мы вскроем очередное количество материнских ящиков в игре NGS2. Будем надеяться, что что-нибудь крутое нам сегодня выпадет. У нас уже достаточно много платины, есть даже алмазный ящик. Давайте начинать с золотых, как всегда. Если нравится вам вскрытие ящиков, хотите видеть их регулярно на канале, не забывайте ставить большой палец вверх и тем самым еще и поддерживать то, что нам должно что-то хорошее выпасть, наших любимых персонажей, за которых я, например, играю. Итак, флэш, голова флэша, какая-то гоночная маска. Так, арсенал, да? Арсенал чудо-женщины. Новый щит эпичный и меч. Это круто. Прикольная форма меча, мне нравится. Следующая. Красный колпак. Так, ну, похожий какой-то у нас вроде бы был уже недавно. И, возможно, даже эпичный. Но смотрится прикольно. Какие-то вон штукенцы у него по краям торчат из подбородка, из челюсти. Не знаю, что это за трубки. Может, чтобы лучше дышалось ему, не знаю. Погнали. Ничего интересного. Карточка героя. И на ней непонятно, что изображено. Ноги флэша. Эпичные. Хестл. Хест. Бутсу хест. Не знаю, как это переводится. Но ботинки. А вот что такое хест, я не знаю. Тулуище пугало эпичное. А-а-а. С галстучком. И тряпьем. Ну, хорошо. Рука пугало. Сегодня, походу, будет день пугало. Еще какой-нибудь персонаж. Обычно вот за одно вскрытие пара персонажам. Каким-то что-то много всего выпадает. А остальным нифига. И вот, пожалуйста, пугало. Но против пугало я ничего не имею. Потому что мне нравится этот персонаж. Я просто не делал еще за него прохождение. За него еще не было мультивселенной. Которую я проходил. И, соответственно. Хотелось бы, чтобы, когда ты мультивселенную проходишь. Тогда и выпадало. Сейчас у нас тут. Был ядовитый плющ. Зеленая стрела. Короче, веном для Бэйна. Еще какой-то снежный какой-то фон. По-моему, та же самая. А нет, там какой-то Джонни было имя. А это Барт Аллен. Вот это прикольная масочка. Такая отличающаяся. Очки, видать, вот эти вот делают дело. Чудо-женщина. Тут и Дарксайда голова. Ну, блин, ладно. Не будем больше их смотреть, если редкие. Но обычно смотреть нечего-то. Ну да, в принципе, нечего. Чудо-женщину глянем. И ту, и другую. Ну, как обычно у них эти тиары или короны там, в общем. Блин, тяжело, наверное, с такой ходить. Синий жук руки. Супермен. Саб-Зиро. Давайте посмотрим рядкую голову Саб-Зиро. Суприм Анри Линкинг Вериор. Прикольно смотрится. Но, по-моему, такая маска у меня есть. Возможно, колпак другой. Колпак прикольный сам по себе. Это хорошо. Так, Супермен. Ну, опять-таки, я жду символ Красный Сын. Но он вряд ли выпадет в редком. Я думаю, он только в эпичном снаряжении будет. Остальное у меня малоинтересно. Пропустим это все. Пропустим. Ну, тут только вот эпичные ноги ядовитого плюща. Вызвали у нас интерес. По-моему, у меня такие есть. Даже чуть ли не в двух вариантах. Вот такие ботинки для плюща. Придется потом продавать что-то из этого. Кончились у нас. Закончились золотые коробочки. Теперь золотые гильдийские. Саб-Зира. Рука эпичная. Давайте посмотрим. Эх, не набор. Жалко, что не набор. Я теперь жду набора, чтобы мне там... В прошлом видео выпала масочка для Саб-Зира. Из набора, который если собрать полностью, то, короче, мы получим клон в виде медведя. Так. У Супергерла у нас, да? Переполнил шкаф. Печально. Ну, тут ничего особо не скажешь. Броня как броня. Эпичная, эпичная. Хорошо. Горелла-Грёд, руки. Набор из пяти частей. Прям как будто из фильма «Планета обезьян» сбежал. Горелла-Грёд. Так, тут смотреть нечего. Тут тоже. И здесь смотреть нечего. Ладно, трезубец посмотрим. Вдруг какой-нибудь там необычной формы. Ну да, форма вилки, короче. Столовой. А здесь у нас ещё один трезубец. Аквамен. Опять начинает ввести. Видимо, скоро... О, кстати, очень красивый трезубец. Видимо, скоро будет мультивселенная Аквамена. Мы, наконец, научимся за него играть. И будем всех затыкивать в онлайне. Усмерть. Бластер для киборга. Очередной. Я уже забыл, когда за него по сей раз играл. Башка Джокера. Интересно, попадётся хоть раз голова, которая меня уже чем-то удивит. Видимо, нет. Потому что вот это всё мы уже видели. Неоднократно вот эту маску. Типа маска как будто Бэтмена. Ну, какие-то мелкие детали. Может, грим отличаются. Но в целом... Это всё одно и то же. Крюк пугалка. Понятно. Ну-ка, голова фонаря посмотрим. О! Неплохо. Полностью заделанный шлем. Очередная корона Чудо-женщина, наверное, да? Угу. А что в этот раз у Флэша? Ртуть какая-то. Обтекаемая маска, что ли, типа? Ничего особенного. Вечно это ухмылка его. Непонятная. Руки... Женщины-кошки. Дэдшот-руки. Мощные такие, смотрите, красиво, кстати, смотрятся. Башка Аквамена. Очередная корона. Корона величия. Там что-то такое. Еще Торс фонаря. Вот фонарь. Один из таких неинтересных персонажей в плане костюмов. Вот шлем, да. У него шлем отличается как-то. А все остальное как-то так. Ни о чем. Однообразное. Так, погнали. Платина. Опа. Саб-Зиро редкая рука. Ничегошно смотрится. Еще один Торс, блин. А, это зеленый стрел или Торс? Ну, хорошо. Понятно. Капитан Холлот. Хорошо так обвесился. Женщина-кошка. Ну, давай, что-нибудь крутое. Холлис Хелп. По-моему... Ну, я не знаю. Очень похоже на ту маску, которую у меня уже есть. Я как раз ее использовал в прохождении... А, нет. Прохождение не использовал, но... Короче, в стримах я ее использовал. Когда мы открывать для нее эпичные костюмы. Голова Бэтмена редкая. Может, что-то необычное? Готом маск? Нет. Это похоже на голову из первого Инжастиса. Черный Адам. Вот, тут не только корон, но еще и воротник, да? Прикольно. Тут броня очередная от Ротс? Тут, вот, вот, немножко на стопах, немножко на ляжках. Не сильно отличается он. Тоже. Хотелось бы костюмы, которые очень сильно изменяют внешность персонажа. А не так, что там где-то там загогулино в другую сторону и загнулось. Ну, какой квадратичный такой костюм. Так, что, на спине что-то еще? Нет, на спине ничего нет. Так, с ошейника очередную Эконари. Ну, может, давай что-нибудь оригинальное? О, это что, он типа в виде кастет, что ли? Что-то похоже на кастет. Ошейник в виде кастет, походу. Да, похоже на Нек Лейс. Ну, это прикольно. Что-то новенькое, а то постоянно какие-то похожие выпадали в виде птички там. Еще один бластер для киборга. Я вот не знаю, может быть, эта фишка в том, что... Эти коробки, они же зарабатываются, когда я какие-то башни прохожу там, да? Возможно, именно то, что вот эти персонажи мне попадаются, как противники, я их мочу. И вот к ним и выпадают вещи. Вот, может, с этим связано как-то это все. Супергерл. Бэтмен, Торс, Найтс, Ребеллиангвард. О, неплохая броня такая. По-моему, мне такой не было. Такая, ну, блин, классно смотрится. Берем. Ну-ка, у гепарда, может, что-то изменит с головой-то, а? Ну-ка, измените-ка. А, корона очередная, только зеленоватого цвета. Так, ну... Молнии Черного Адама многие просили, но обычно выпадали не эпичные. Я их не смотрел. Ну, тут, пожалуйста, эпичные. Колдовство. О, еще башка джуки, да. Макияж чисто, да, такой? Лицо зла называется. Жанко, что не козла. Ну, здесь мы... Ну, давайте еще раз флеша, но я не знаю, чем он нас удивит, а ничем он нас не удивит. Так что идет лесом с Саб-Зира, торс с Саб-Зира. Зимний... Зимний доспех, типа, да? По-моему, такой у нас был. Ну, частично может быть такой. Вот опять-таки, может быть, туловище осталось тоже, что другого костюма. Ну, только вот эта вот висюлька внизу изменилась, к примеру. Супермен, голова смотреть не будем. Как правило, там только плащ изменится. Давайте, киборга, рука. Эпичная рука. Даст вам тумака. Бицуху ему тут тоже прикрепили. Стреп сухой. И ничего больше. Торс Супермена, что там? Угу. Ну, ладно. Харли Квейн. Не удивило. Супергел опять. Ну, опять, наверное, плащ. Так что, да. Да, не удивило тоже. Руки. Ну, руки, да, крутые. Крутые наручи. Сейчас все идет на склад. Надо будет потом пойти почистить и вернуть все эти вещи нам. Обратно. Ноги Рубина. Ассасин какой-то там, да? Колени Ассасина. Хорошо смотрятся. Какие-то навесы, сумочки. Необычные наколенники. Это хорошо. Крылышки Флэша. Как же без них? Ни один стрим не обходится. То есть, ни стрим, ни одно видео не обходится без крылышек Флэша. И они выглядят так же, как и предыдущие, короче, эти крылышки Флэша. Окей. Так, у нас закончилось это дело. Все добро закончилось. Переходим к платья не гильдийской. Так, ну тут что-то всегда можно посмотреть. А вдруг веселая масочка? Ну, эту масочку мы видели. Эту масочку мы видели. Уже не веселит так, как раньше. Зеленый фонарь. Такая маска у меня вроде как есть. Ну, или похоже. Бэтмен пояс. Террор. Рыцарь террора. По-моему, этот пояс у меня тоже есть. Мне кажется, что-то такое выпадало. Башка пугалца. О, прикольный череп. Типа человеческий? Офигеть. Вот такого черепа я еще, кстати, не видел. Всякие вот с длинными носами были. А вот такой я не помню. Жалко, что они эпичные. Колпак. Красный колпак. Ну-ка, давай нам какой-то необычный колпак. Нет. Ну, хотя да. Форма другая. Форма лица другая. Ну, в смысле маски. Не та, что вот нам в капюшоне сегодня выпадала, да? Мне даже нравится, я бы сказал. И еще одна женщина-кошка. Пожалуйста, удиви нас. Эээ. Ну, тоже неплохо. Но тоже я что-то похожее видел. Ну, такие очки здоровые. Сойдет. Что-то нам, кстати, сегодня обилок вообще не выпадает. Это как печально. Зеленые фонари, голова. Тут ж, не знаю, название то и не то, но, блин, ну. Форма головы такая же. Возможно, воротник отличается. Набор четырех частей, кстати. Еще один фон. Вот фоны выпадают, а вот обилки что-то вообще перестали выпадать. О, труселя с Абзира, да? То есть, ну, точнее, тут, видите, тут только труселя изменились по сравнению с основным, да? Основной частью. Ну, хорошо. Руки флеша. Ну-ка, лицуху показывай нам свое. Плечи тут такие, да, сделали мощные. Легасис. Спидстерс, Легасис, Арс. Арс, Армс. Ну, короче, руки наследия Спидстера. Аквамен тоже тут, да, уже переполнен, как всегда, у него. Дарксайд, ноги эпичные. Так, и ничего, кстати, ноги. Ботинки доминации. О, еще одному выпало, да? О, прикольно. Прикольная сфера. И еще крылышки флеш. Ну, опять-таки, ну как же? Ну, как же без крылышек флеша? Опять такие же на вид набора спяти частей. Возможно, даже те же самые вообще. Может, что-то я вообще разницы не замечаю. Может, там мелкие-мелкие какие-то детали отличаются. Почти все, ребят, почти все. И последняя, последняя алмазная коробка. Ну, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ну, что-нибудь интересное, необычное, выдай нам. Так, ну, одни костюмы, но... О, топор с Абзира. Это хорошо уже. Так, ладно, давайте смотреть. Очередная рука Кейборга. Уже что-то опять на него начала куча выпадать всего. Кстати, хорошие. Классно смотрятся. Классные наплечники. Наборы с четырех частей. Мне нравится. Абзира, 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 Абзира. Его кувалда. Жалко, что не набор. Очень жалко. Но все равно прикольно. Такой, типа, лезвие убийцы, да? Хорошо. Торска на речке. Ну, кстати, с такими штуками, с ремнями, я вроде еще не видел Торска на реке. И это круто. Параметры надо будет, наверное, переделать, скорее всего, потом. Ну, а можно будет одевать. Фонарик. У нас, кстати, много фонарей накопилось. Сектор 1.4.1.6. Я вообще в них не разбираюсь. Не отличаю один фонарь от другого. Фиг знает, что в нем хорошего. Ну, и ноги. Ноги суперверн. Надо будет бежать, чистить у нее. Это самое. Шкаф. Чтобы это все не пропало. Хотя вот такие ноги у нас, по-моему, есть. Ну, очень похоже, да? Хотя, возможно, сапоги отличаются. Ну, что ж, это было все. Это последний и последний сундук на сегодня, ребятки. Так что пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось того, что выпало. А на этом у меня все. С вами был Аня Цзука. До новых встреч!